Курчатов Игорь Васильевич родился 12 января 1903 года. В городе Сим, Россия, отец был почетным гражданином города, землемером-землеустроителем, а мать до замужества преподавала в училище в городе Златоуст. В браке родились двое сыновей, Игорь и Борис, также ставшие ученым. Биография ранних лет жизни и юности академика, череда учебных заведений, последовательно сменявших друг друга. Поначалу трижды герой социалистического труда демонстрировал большой интерес к гуманитарным наукам, но после случайного знакомства с книгой «Успехи современной техники» пошел иной дорогой. Игорь закончил восьмых классов в казенной мужской гимназии Симферополя, куда семья перебралась в 1912 году. Параллельно выучился на слесаре в школе ремесел, работал на заводе. В обучении юноша был усидчивым, смышленым и способным. Высшее образование начал получать в 1920 году в Таврическом университете, ныне Таврический национальный университет имени В. Ивернацкого, который открылся за два года до того, продолжил в Петроградском политехе, ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Некоторое время провел в статусе ассистента кафедры физики Азербайджанского политехнического института в Баку, ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности. В 1925-м молодой специалист вернулся в Ленинград, став научным сотрудником физико-технического института, ныне физико-технический институт имени А. Ф. Иофи Ран. В детском саду Папа Иофи, так современники шутливо называли Лэти, свободу сотрудников не ограничивали. Абрам Иофи приветствовал энтузиазм и пытливый ум в молодых исследователях. Будущий отец-царь бомбы спустя пять лет после прихода в институт получил должность завод дела. Поначалу изучал диэлектрики, сигнеты электричества, а к 1932 году стал пионером среди ученых-физиков, интересующихся вопросами атомного ядра. Вплоть до начала войны академик развивал это направление, расширяя знания в до этого времени неизвестной области. В военные годы участвовал в создании техники размагничивания кораблей для защиты флота от немецких магнитных бомб. Методика обеспечила Судан 100% безопасность, а защитника Родины после ВОВ приставили к государственной награде. С 1942 года ученый вел советский атомный проект. После окончания Второй мировой вопроса о ядерном потенциале и монополии США на атомное оружие встали остро. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области состоялось испытание первой советской атомной бомбы. По воспоминаниям очевидцев, присутствовавший на мероприятии Лаврентий Берий расцеловал бородатого гения. Вскоре как бы в подтверждение значимости вклада в науку СССР исследователя наградили премией, почетным званием, автомобилем и деньгами. В 1953 году под его же руководством состоялся запуск первой в мире водородной бомбы. Коллектив академика также создал и знаменитую царь-бомбу. Грохот и эхо-войн сопровождали его на протяжении всей жизни. Возможно, поэтому беззаветный воин неоднократно говорил, что атом может и должен служить людям в мирных целях. В 1958 году он выступил с речью на заседании Воскресения СССР. Ученые глубоко взволнованы тем, что до сих пор нет международного соглашения о безусловном запрещении атомного и водородного оружия. Мы обращаемся к ученым всего мира с призывом превратить энергию ядер водорода из оружия разрушения в могучий, живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле. При Курчатове запустили первую в мире атомную электростанцию, Абнинскую. Академик был ответственным, честным и порядочным человеком с хорошим характером. Он занимался благотворительностью, строил крепкие дружеские связи, помогал коллегам, нередко используя для того свой авторитет и влияние. Практически на всех фото он запечатлен сокладистой бородой, которая со временем стала элементом его фирменного стиля. По ней же товарищи могли угадывать настроение ученого. Если поглаживает бороду, все в порядке, а если теребит, есть какая-то загвоздка. Еще в молодости, через два года после возвращения в Ленинград, Курчатов сыграл свадьбу. Жена Марины Синельникова приходилась с сестрой его коллеги и товарищу Кириллу. Пара прожила вместе 33 года вплоть до смерти изобретателя в 1960 году. Детей у них не было. На протяжении жизни ученый делал величайшие открытия, ставил сложнейшие эксперименты, работу над которыми сопровождалось большими нагрузками и стрессами. В 1956 году пережил инсульт. Здоровье восстанавливалось постепенно, но периоды без работы ужасно действовали на настроение и состояние академика. В 1960-м он уехал в гости к коллеге Юлию Харитону, отдыхающему в Барвихе. Друзья прогуливались по зимнему парку, разговаривали, сели отдохнуть на скамейку. Неожиданно в диалоге возникла продолжительная пауза. Харитон посмотрел на друга и увидел, что он скончался. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Редактор субтитров А.Семкин